Новое видео выходит каждый день в 20.00. Вы, наверное, уже стали забывать, что такое настоящий антихайп, что такое настоящий ренессанс и вот всё вот это вот прочее, потому что вы в самом деле, я думаю, не знаете вообще, что это такое. Так вот, антихайп — это когда ты выпускаешь самп-ньюс за самп-ньюсом, выпуск за выпуском, а они набирают всё меньше и меньше просмотра. Люди уже даже начинают отписываться от тебя из-за вот этих самых видеороликов самп-ньюса. Но что поделать, я настоящий антихайп, я настоящий ренессанс, а вот эти вот там ваши, вот эти вот Деларейнзи, вот это Андре Сукре, они так могут? Мне кажется, что нет. Поэтому в рулёте всё равно хуже. Хуйяры! Также этот сентябрик хочет добить к лету 20.00 подписчикам. Андрей Ринга записал ролик, основной темой которого стало возможное закрытие серверов. Он согласился с позицией игроков о том, что сервера с маленьким онлайном закрыть нужно. Однако попросил публику подождать до августа, на носу обновления и день рождения проекта. И вы знаете, вот неужели Ринга прислушался? То есть были разнообразные темы на форуме. Доходило уже даже до того, что, блядь, сам хиток создавал какие-то, блядь, темы на форуме с предложением закрыть вот эти самые сервера, они нужны, в том числе Шоколад и все прочие. Потому что там, ну, просто нечего делать. Там, допустим, какие-нибудь на Шоколаде вот 100 онлайн, и из них 15 человек лидеры, а ещё там человек 10 админы, блядь, а всё остальное это игроки. И как бы, что тут делать, как бы, особо непонятно. Это уровень какого-нибудь там, я не знаю, ну, БРП даже у них уже побольше онлайн, чем на каком-нибудь Адвансе Шоколаде. И вот решение закрыть сервера, оно правильное, но оно принято уж слишком через время. Через вот какое-то время, и вообще абсолютно непонятно, почему так всё происходит. Однако, ну, ладно. SV Project. Завтра в 19.00 по московскому времени откроется SV Project. На сайте уже можно скачать кэш для игры. Я не особо понимаю, что за кэш для игры, потому что, ну, я как бы не особо пидорас. Возможно, я гей, но я не настолько пидорас, чтобы играть вот на этом вот SV Project или ещё на каких-то там FullRP серверах. И я не знаю, зачем о них вообще пишут в дайджесте. Наверное, потому что редактор играет на FullRP серверах или хотя бы интересуется вот судьбой вот этих самых серверов. Мне даже жути непонятно вообще, как это всё происходит. Однако, ну, ладно. Команда проекта назвала нынешнее состояние проекта базой, над которой предстоит ещё что-то построить в момент жизни сервера. Скоро увидим, что из этого выйдет. И я более чем уверен, что нихуя там такого толкового из всего вот этого вот не выйдет. Вот помяните мои слова, что они рано или поздно, через какое-то определённое время, всё равно закроются. То есть, несмотря на то, вообще, что там будет. Ладно, неважно. Absolute Play. Небольшое обновление. Samp Addon. Теперь воздушный транспорт и воздушная подушка не взрываются со слишком большим количеством взрывов. Баг был связан с высоким FPS. Блять, ну ладно. RP. Ну, то есть, Absolute RP. Теперь в слотах в Blackjack пишутся имена. Без понятия, что за имена, однако в Samp News упомяну. В Blackjack добавлен пункт помощь. Ну, блять. Самое время добавлять в Blackjack пункт помощь. Красавцы, абсолют красавцы. Держите планку, как всегда, ненужное говно. Молодцы. Теперь с помощью клавиши Enter можно подключиться к азартной игре. Выставить ставку или начать игру для крупье и игроков. И вы знаете, вот, казалось бы, какая-то полнейшая хуйня. Но вот на адвансе вот этот вот ченжлок, он бы преподнёсся под видом какого-нибудь обновления. Вот помяните мои слова и, как бы, и посмотрите потом на какие-нибудь обновления на адванс роли плей. Вот они делают вот эти вот ченжлоки под видом обновлений. Под видом серьёзных, сука, обновлений. Я знаю. Я играл на адвансе. Я смотрел вот на их вот эту вот всю хуйню. Поэтому я, как бы, ну, максимально вообще осведомлён во всей этой ситуации, связанной вот с абсолютно, блять, с адванс роли плей. Поэтому, как бы, ну, да, у них там, блять, знаете ли, выходит какой-то ченжлок, который, по сути, у всех серверов Sampo называется ченжлок. Но нет, но нет. У них это обновление, там, 1 в 10, 1 в 3 и всё такое. И последняя на сегодня новость. Diamond Roleplay. У больниц появился третий этаж. И тут мы видим скриншот третьего этажа больницы. Ну, как бы, не совсем такое нормальное обновление, чтобы вставлять его в дайджест. Да это вообще, по сути, не обновление. Это какое-то полнейшее говно для конченных даунов, как я обычно об этом говорю. Для малолетних дебилов и вот для всех прочих людей, вот, связанных со всей этой вот схемой, со всей этой трилогией, со всем вот этим вот прочим действом, со всем вот этим вот бытием. Кстати, на экране вы можете увидеть вот то, как вот этот вот медикал центр, вот этот вот третий этаж, лекшон, тхемя, тхомя, блять, как всё это выглядит. И, в общем-то, за 12 число в Sampo произошло достаточно мало разнообразных перемен, достаточно мало разнообразных обновлений и многое другое. Однако ставьте колокольчик для того, чтобы не пропускать новые выпуски Samp News, где я просто зачитываю дайджесты с Samp World. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, данного сам дайджеста, ждите нового, ждите новых приключений на проекте Advanced Roly Play. Скоро пойдём в шахте, в Майнкрафт, алмазы копать, вот, и многое другое. Однако, ладно, всем спасибо и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok